МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Селикоз перепись, перепись. 2021. Разрешите к вам? Заходите. У Станислава Ивановича староста деревни Акулова 25 соток, который он получил под индивидуальное жилищное строительство в 1992 году. Тогда же решил заняться подсобным хозяйством. За этот период коровы были, овцы были, на сегодняшний день утки, куры, поросята, пчелы и дрои, и огородное хозяйство. Даже втянулся как-то, если было у меня две коровы, три теленка и остальное, так что уже как бы вот эта мелочь, она не оказывает такого сильного влияния физическое. Практически на все вопросы переписи он дает утвердительный ответ. Ведь проще сказать, чего нет в его хозяйстве. Яблони, вишни, сливы, груши – для грядок тоже место нашлось. Все выращивается для собственного пользования себя, детей, внуков, правнуков. Супруга Станислава Ивановича уже заготовила 150 банок различных деликатесов на зиму. А сам хозяин признается, что за все время ни разу не покупал мясо. Все свое. Переписчики одеты в яркую униформу, салатовые накидки, кепки и маски. И вооружены планшетами, куда сразу же вбивается вся информация. Всего в Кубинке 8 волонтеров работают в парах. За день обходит порядка 50 домов. Иногда попадаются такие дома, где нам никто не открывает, приходится потом опять возвращаться в этот дом. Вот с этим, конечно, проблема, потому что территория на Кубинке очень огромная. И если по периметру ехать, то 100 километров один круг. И мы стараемся, конечно, приехали в деревню и стараемся все ее добить. До 31 августа переписчики должны посетить порядка 4000 домовладений более чем в 20 населенных пунктах теруправления. Работа ведется активно. На сегодняшний день выполнено уже более 80%. Спасибо нашим жителям, что не отказывают, что идут на встречу по проведению переписи, все рассказывают, все доброжелательно. Очень это нам помогает в работе. Это самое главное. Главная цель микропереписи – понять, насколько сейчас развито сельское хозяйство. И выявить его потенциал в отдельно взятых населенных пунктах и регионах, а также в стране в целом. Как отмечают в территориальном управлении Кубинка, жители охотно выращивают цветы, высаживают плодовые деревья и ягодные кусты, занимаются огородничеством. А вот содержание птиц и животных встречается намного реже.